Друзья, всем привет! С вами Никита Дилэй и мы продолжаем играть нашу любимую карьеру на карте свапа агро с сезонами. 13 юбилейная серия у нас вышла и сегодня, в общем-то, есть некоторые планы по развитию. Но давайте посмотрим сначала, что было сделано за кадром. В прошлой серии, друзья, мы с вами купили завод GBI, точнее даже два, производство бетона и бетонных блоков. Мы находимся на заводе бетона и здесь, как мы видим, у нас уже завод полностью заполнился. Мы привезли сюда цемент, гравий, песок, водичку, бетон заполнился. Кто-то в комментариях писал, что это очень длинный и глупый маршрут. Но, друзья, пользоваться им будем редко, потому что бетон нужен только для строительства других заводов. Продавать его смысла никакого нету. Может он еще куда-то используется, но пока что он у меня вот только для строительства. Продавать его смысла нету, поскольку стоит он сущие копейки. Лучше продавать гребаный цемент. Вот того, что мы сейчас загрузили один раз, хватит нам довольно-таки надолго. Если мне память не изменяет, нужно 120 кубов бетона для строительства одного предприятия. То есть у нас полное заполнение сейчас и этого хватит на два завода. Как только мы начнем опустошать, он начнет еще производиться. В общем-то, надолго все это дело хватит. Также мы полностью забили производство бетонных блоков. Но их у нас здесь не так много, поскольку я мотал время и что-то производство, короче, в это время не работало. Именно во время перемотки я его быстро мотал. Его я не полностью забил, я, честно говоря, даже не помню, сколько я сюда всего привез. Но мы видим, что цемент расходуется меньше всего, гравий больше всего расходуется. Воды здесь хватит еще надолго, пустых поддонов надолго. В общем-то, это все дело у нас есть, мы готовы к строительству. 60 кубов нужно для постройки одного предприятия, у нас их по горло, в общем-то. Также у нас вовсю работает наша пила-рама. Здесь уже вообще очень много поддонов. С этим брусом я уже задолбался их откидывать. Их тоже 60 кубов нужно для строительства одного предприятия. Периодически приходится вот так вот закидывать. И завод, на самом деле, большую часть времени, конечно, простаивает. Они довольно быстро делаются, и он потом останавливается. Ждет, пока освободим мы этот конвейер. Как видим, биогаза используется только четверть у нас прошла, но бревна более-менее. Это вот одна загрузка с той серии, в которой мы все это дело пилили. Так что здесь, в принципе, все нормально. Пилить мы будем в следующий раз не скоро. На фабрике поддонов тоже все хорошо. Склад опять забился полностью. И осталось еще половина биогаза и много бревен. Собственно, здесь тоже мы особо не нуждаемся пока в поддонах. Продавать я их тоже смысла пока не вижу. Пускай просто лежат до лучших времен. Далее цементный завод у нас идет. Он опять забит. Ну и в нем есть еще 40 кубов биогаза. Этого еще на 400 тысяч литров цемента нам хватит на переработку. В принципе, этого пацана, который сейчас здесь стоит, можно сразу же поставить, продавать цемент. Деньги нам нужны. Загрузим ему маршрут продажа цемента. Загружать из бункера цемент. В общем-то, 4 раза ему нужно будет съездить, потому что он ездит на все 3 стройки. В общем-то, пускай ездит. С ним все будет хорошо. Также, друзья, у нас полностью созрела наша лужайка. Ее уже можно косить. Поэтому сейчас мы запустим косилку. И, соответственно, трактор, который будет всю эту травку вывозить к нам на склад. И потом, соответственно, друзья, мы еще запишем маршрутик на вывоз травы со склада на ферментатор. У нас уже был такой маршрут, но он немножко не подходит к нам в нынешних реалиях, потому что в этот маршрут, который я сейчас буду записывать, я еще одновременно включу вывоз готового силоса обратно на базу. В общем-то, попозже чуть-чуть мы этим займемся, я вам еще покажу. Далее, друзья, карьер. Сюда надо будет привезти в воду, чтобы он дальше продолжал работать. Но песок гравий можно будет поставить, чтобы он продавался. Пока что его возить некуда. Пускай копейка такая пассивная нам капает. Ну и в конце концов, друзья, мы в прошлой серии купили 2 новых поля. 5 и 2. Они уже почти созрели, скоро созреют. Но это поле надо будет обязательно еще раз удобрить. Дегистат у нас закончился, поэтому мы будем делать это обычной нашей удобрялкой. Оба этих поля удобрять. И, пожалуй, начнем мы сегодняшнюю серию именно с этого. Хотя мы уже, по сути дела, начали ее. Для этого, друзья, мы будем использовать нашу любимую оранжевую вальтру, которая у нас работает постоянно на полях. И, судя по тому, что завелась она далеко не с первого раза, нужно ее обслужить. Да, написано, нуждается в техобслуживании. С этим проблем у нас нету. Нажимаем кнопочку «Ремонтировать». 618 рубликов платим. И еще год она может у нас спокойно работать. Но ее, конечно же, еще заправить не помешало бы. Тем временем у нас продался цементик. Первый прицепчик 45 тысяч к нам прилетело. И это прям замечательно. Мне прям душу греет. Я думаю, 200 литров должно хватить нашему трактору на удобрение поля. Впадло мне сейчас откровенно ждать, пока он заправится. Соответственно, цепляем нашу обычную удобрялку. В первую очередь, друзья, нам надо записать маршрут на пополнение удобрений для этой удобрялки. Потому что не хватит этого бункера. Хотя у нас в планах сегодня еще купить и построить сельхозхимию. Она будет заниматься выработкой удобрений. После того, как мы ее купим, мы купим большую удобрялку с бункером на 20 тысяч литров. Ее будет по горло хватать на удобрение любого поля. Даже самого большого. И, соответственно, мы ее вручную сможем пополнять. И нам не надо будет пользоваться маршрутом на пополнение. И сейчас ради одного удобрения писать маршрут, честно говоря, тоже немного впадло. Ну ладно, сделаем уже как сделаем. По старой традиции надо только выбрать, как ему выйти здесь на дорогу. Наверное, между пятым и вторым полем есть съезд. Да, вот отсюда мы начинаем запись маршрута на удобрение. Погнали! Здесь же мы этот маршрут прерываем и сохраним его пока что как поле 0.5 удобрения. Пускай так. Но это временный маршрут, друзья. Сейчас же мы генерируем маршрут на пятое поле. Расположение старта все как обычно. Возврат на старт. Да. Поворотная полоса. Пускай 7 штук будет изглаживать. Хотя, мне кажется, тут будет меньше. Ладно, не важно. Давайте только стартовую точку какую-нибудь вдоль поля выберем. Например, вот отсюда. Смотрим и нормально. Кстати, с 7 полосами я угадал. Я вот такой вот молодец. Молодец. Ну и добавляем сюда, соответственно, поле 0.5 удобрения. И со стартовой точки мы вот так вот назад отъедем чуть-чуть. Чтобы не заезжать на поле. Потому что у нас мнутся культуры. Запускаем его. Удобрять поле. Работает? Работает. Единственное, надо будет потом еще проверить, будет ли пополняться. Ну, обратим внимание, в общем-то. У нас сверху все это написано. Далее, друзья, надо поставить в работу нашу косилку и нашу GCB, которая будет возить травку на базу. Косилка также у нас нуждается уже в техобслуживании. Поэтому везем ее на нашу яму, скажем так, на СТО. Нажимаем ремонтировать и 7 тысяч стоит ремонт. Блин, зараза, почему так много? Ну ладно. В общем-то, везем ее на поле, а также везем на поле GCB. Друзья, выгоняем косилку просто на поле. Загружаем ей маршрут покос травы. Покос травы взлетка. Ставим разные полевые работы и со стартовой точки запускаем все это дело. Он уже доедет сам. Единственное, как обычно, немножко увеличиваем радиус поворота, дабы он потом не крутился. А сами тем временем перескакиваем в нашу любимую GCB. Она у нас также нуждается в техобслуживании. Поэтому загоняем ее на яму и чиним. 597 рублей. Это удовольствие нам обходится. Цепляем к нему фуражный прицеп и также везем на поле. GCB даже на поле везти не надо. Загружаем ей маршрут покос травы взлетка и взлетка трава база. Из ближайшей точки мы его запускаем. Он сам приедет на поле и сам, в общем-то, все сделает. Все у него будет хорошо. Далее, друзья, нам нужно выставить вот этого товарища, чтобы он продавал песок и гравий. Для этого мы подцепим телегу на 40 тонн и пускай катается, сколько ему влезет. Соответственно, вот этот товарищ будет у нас продавать песок и гравий. Он, кстати, у нас цемент раньше возил. Ну, ладно. Продажа песок маршрут у нас называется. Возить он будет, конечно же, песок. Ставим первую. Первое, что он будет загружать. И три раза, наверное, пускай три раза съездит. В сумме 360 кубов того и другого вывезет. Все, пошло. Заполнение можно считать. Да, пошло. Здесь быстро заполняется. Пускай, в общем-то, возит и продает. И будет нам еще копейка. Ну, а далее, друзья, мы с вами покупаем сельхозхимию. Стоит она всего лишь 112 тысяч. Вводим и оплачиваем лицензию. И вот сюда нам нужно привезти поддоны с брусом, бетонные блоки и бетон. То есть по 30 поддонов с брусом, по 30 бетонных блоков и 120 кубов бетона. И тогда у нас здесь вырастет наше первое построенное предприятие. Сюда вот мы, кстати, будем отвозить дегистат, который у нас остался. От производства биогаза. И из этого у нас будет получаться компост, жидкие удобрения и обычные удобрения. Все это дело можно, в принципе, и продавать, и пользоваться этим удобрениями. Можно удобрять поля. А также вот здесь вот будет у нас триггер на производство семян. Которое делается из удобрений и из зерна. Пшеница, рожь, овес. Ячмень, насколько я знаю, тоже сюда входит. Да, в справке написано ресурсы. Зерно, пшеница, ячмень, рожь, овес. В общем-то, друзья, для этого нам в любом случае надо ее сначала построить. Поэтому давайте-ка привезем сюда все, что здесь необходимо. Для этого возьмем нашего мана. Подцепанем на него. А, его тоже надо обслужить, кстати. Что-то у нас все поломалось. Я еще очень неудобно стал. Ну, ладно. Ремонтируем за 300 рублей все это дело. И у нас, кстати, пополняются удобрения. Деньги уходят. Ничего страшного, так и должно быть. Маршрут работает, это хорошо. Я думаю, этого должно хватить. Поехали. Так, повозим, в общем-то. Если что, еще закинем топливо. В любом случае, вручную все возим. На вот этой платформе будем возить поддоны с брусом и бетонные блоки. Ну, а большим прицепом, соответственно, будем возить бетон. Соответственно, один прицеп у нас 32 тысячи литров. Следовательно, нам нужно еще один неполный прицеп без двух поддонов сюда будет отвезти. И то же самое потом с бетонными блоками. В общем-то, вот такое вот путешествие нас ждет. Но предварительно у нас только что закончил работу трактор, который удобрял пятое поле. Для него работа, конечно же, не окончена. Потому что есть у нас еще и маленькое второе поле, которое также надо удобрить. И, увы, остановился он прямо в центре поля. Нам пришлось немножко потоптать урожай. Ну да ладно. Для удобрения вообще нужен трактор с узкими шинами. Здесь поле маленькое. И он его удобрит, кстати, и без пополнения. Вот этого бункера ему должно хватить. Насколько я понимаю, примерно расход этого всего дела. Так что запускаем его просто со стартовой точки. Хотя, с другой стороны, вообще на всякий случай давайте добавим этот маршрут. Пускай едет, пускай удобряет. А мы возвращаемся к нашему ману. В общем-то, есть у нас работенка. Поехали возить все это дело. И все, друзья. Подоны с брусом у нас полностью завезены. Теперь нам нужно съездить и два раза привезти по прицепу бетонных блоков. Так что едем на наши бои за бетонными блоками. Итак, друзья. Бетонные блоки мы тоже отвезли. Осталось только нам отвезти сюда бетончик. Для этого едем на базу за телегой. Для перевозки бетона мы будем использовать вот эту телегу. Она у нас на 80 кубов. А нам нужно привезти 120. Поэтому, друзья, мы подцепим еще одну красную телегу на 40 тысяч кубов просто сзади. И за один раз все 120 кубов мы с вами, друзья, отвезем. Выглядит эта конструкция на самом деле так себе. Хотя, не знаю, может и прикольно. Но в любом случае 120 кубов мы за раз зато сможем отвезти с помощью всего этого дела. Поэтому поехали на бетонный завод. И все, друзья. Высыпаются остатки бетона, которые нам нужно было привезти. У нас все заполнено. И начинается строительство сельхозхимии. Строится она будет в течение игровых суток. В общем-то, в следующей серии вы увидите результат. Вот так вот потиху это все дело будет у нас возводиться здесь. Следующее, друзья, что нам нужно сделать, это записать маршрут на вывоз травы и привозку обратно силоса. В данном случае мы будем комбинировать маршруты, потому что мы можем отсюда забирать как траву, так и сечку. И забирается она из разных бункеров. У нас уже есть погрузка трава, скажем так, маршрут. Поэтому начинать мы будем свой маршрут теперь вот отсюда. И закончим мы его, соответственно, тоже в точке, которая находится на въезде на наше хранилище. В общем-то, нажимаем запись маршрута и везем отсюда траву. Только единственное, да, надо же загрузить хотя бы один прицепчик этой самой травы, чтобы в холостую не ехать-то. Возвращаемся в эту же точку, нажимаем кнопочку начать запись маршрута и едем на нашу промзону. Приезжаем мы на промзону и в этом месте наш трактор будет разгружать траву. Но этот маршрут будет также забирать силос, который уже произвелся, и вывозить его обратно на базу, на наш склад. Для этого мы подъедем под триггер загрузки силоса и поставим здесь точку ожидания. Вот уже даже чуть-чуть переработалось, у нас время ускоренное стоит. Он, соответственно, будет здесь загружаться и вести это все дело обратно на базу. И, друзья, если мы закончим маршрут здесь, а нам нужно его закончить здесь, чтобы начать маршрут на загрузку, то у нас ни хрена не будет в итоге работать, у нас не будет высыпаться силос, поэтому нам нужно съездить еще высыпать силос в хранилище и потом опять вернуться в эту точку. И теперь же здесь мы смело можем прерывать этот маршрут и сохраняем его. Например, трава силос или трава промзона. Пускай будет так. Сбрасываем теперь этот маршрут и загружаем загрузка трава, трава промзона и обратно загрузка трава. Открываем карту и видим, что выглядит он, в принципе, как нам надо. Надо бы еще мост открыть второй, собирать денег. Ну ладно, уже как-нибудь в будущем. Соответственно, пускай он забирает отсюда траву. С ближайшей точки его запускаем. И тут уже зависит от того, какую точку он словил. Да, он поехал загружать траву, в общем-то, пускай возит. Если она здесь закончится, если он будет работать быстрее, чем тот, кто сюда эту траву привозит, что там загружается, загружается, все нормально, то он будет стоять и вот здесь вот и просто ждать, пока там не появится, чтобы забить полностью этот прицеп. Ну а силос поначалу будет в не очень большом количестве, но потом его все будет все больше и больше. Далее, друзья, нам понадобится наш любимый вот этот Америкос, который тягает у нас вот эти вот замечательные бочки. Нам нужно отвезти две бочки воды на карьер и одну бочку на цементный завод. То, что на цементный завод не влезет, а там, в принципе, влезет. У нас там 40 тысяч осталось, всего 200 влазит, да. Ну не бочку, а один вот такой автопоезд. Да, и на карьер, кстати, тоже биогаз нужно будет отвезти. В общем-то, у нас такой, как обычно, есть маршрутик. В общем-то, погнали кататься. Ну и дорогие друзья, на этом, собственно, все. В следующий раз мы с вами, скорее всего, уже уберем поле. Точнее, даже поля. У нас построится сельхозхимия, поэтому мы ее загрузим и запустим. Ну и будем поддерживать остальные наши заводы. Там уже будем смотреть по обстоятельствам. Поэтому, чтобы серия вышла побыстрее, влепите, пожалуйста, лойсик. Вам не сложно, мне приятно. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие серии. Рассказывайте о канале друзьям, вступайте в группу ВКонтакте. Присоединяйтесь к общению в нашу группу в Дискорде. Ссылочки на все это дело есть в описании, так что искать ничего не надо. На этом все. С вами был Никита Дилей. Всем всего доброго. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова